Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net, гейме 30-й, 11-й класса, Таносян, задание 303. Основанием пирамиды является ромб. Так, допустим, наша пирамида S-A-B-C-D пирамида и A-B-C-D ромб. Так, изобразим эту пирамиду S-A-B-C-D. Две боковые грани перпендикулярны к плоскости основания и образуют двугранный угол в 120 градусов. Тогда пусть грань А-С-Д перпендикулярна А-Б-С и грань Д-С-С тоже перпендикулярна А-Б-С. И между ними двугранный угол, значит, ребро С-Д, тогда двугранный угол А-С-Д-С равен 120 градусов. А две другие боковые грани наклонены к плоскости основания под углом в 30 градусов. Тогда запишем, что двугранный угол с ребром А-Б, одна его сторона или одна его грань S-A-B, вторая А-Б-С, и второй угол с ребром В-С. С-Б-С, одна грань В-С, Д, вторая грань D. И они равны по 30 градусов каждый. Найдите площадь поверхности пирамиды, если её высота... Давайте так пока запишем. Высота пирамиды 12 сантиметров. А нам нужно найти площадь её полной поверхности. Площадь поверхности пирамиды. Площадь поверхности складывается из площадей основания и четырёх боковых граней. А мы начнём с того, что по условию А-С-Д перпендикулярно А-Б-С и Д-С-С перпендикулярно А-Б-С. Эти две плоскости пересекаются по прямой С-Д. Тогда это означает, что и прямая, по которой они пересекаются, она тоже перпендикулярна плоскости основания А-Б-С, а следовательно, С-Д и есть высота пирамиды. Пирамиды и С-Д равно 12 сантиметрам. Ну, для того, чтобы найти площадь поверхности, нам потребуется знать высоты боковых граней, а также сторону ромба А-Б-С-Д нам нужно определить. Тогда мы поступим следующим образом. Мы проведём два перпендикуляра. вот таких Д-М и Д-К и запишем, проведём Д-М перпендикулярно В-С и Д-К перпендикулярно А-Б. Что у нас получается? Если мы присоединим М и С, и К и С, то мы получим С-М и С-К – это две наклонные, А-М-Д и К-Д – это их проекции. Тогда, поскольку прямая В-С перпендикулярна проекции, то она перпендикулярна, и наклонная С-М – это пути аремия о трёх перпендикулярах. Аналогично. Прямая А-Б перпендикулярна К-Д, значит, она перпендикулярна С-К. Таким образом, во-первых, С-М и С-К – это высоты. Высоты соответствующих грани. Не будем писать каких. Значит, нам нужно найти эти высоты. Но это ещё не всё. С-М и Д-М – это два перпендикуляра к ребру В-С, следовательно, угол С-М-Д – это линейный угол двугранного угла С-Б-Ц-Д, а значит, он равен 30 градусам. Аналогично угол С-К-Д – это тоже линейный угол двугранного угла С-А-Б-Ц, значит, он тоже равен 30 градусам. Но отсюда следует, если мы рассмотрим трёхугольники С-М-Д, и треугольник С-К-Д. В этих треугольниках С-Д – это катет, у них общий, треугольники прямоугольные, и напротив этого катета у них по равному углу, значит, по катету и острому углу эти треугольники равны, а из равенства треугольников следует равенство гипотенуз. С-М-Д равно С-К. А вот теперь, если мы рассмотрим один из этих треугольников С-М-Д, то мы в нём сможем найти эту гипотенузу С-М. Ну, в этом треугольнике угол С-М-Д, давайте ещё раз запишем, С-М-Д равен 30 градусам, напротив этого угла лежит С-Д катет, а он равен половине гипотенузы, половине С-М. Тогда отсюда С-М будет равно 2С-Д, то есть будет равно 2 умножить на 12, 24 сантиметра. Ну, соответственно, С-К это тоже 24 сантиметра. И сразу же мы из треугольника С-М-Д мы найдём его второй катет М-Д. М-Д в квадрате будет равно разности квадратов без корня. Гипотенуза С-М в квадрате минус С-О в квадрате. Тогда М-Д будет равно корню квадратному из С-М. С-М это у нас 24. Значит, 24 в квадрате минус С-О это 12 в квадрате. Это будет равно... Ну, разность квадратов будет равна разности 24 минус 12 на сумму 24 плюс 12. это будет равно корню квадратному из 12 умножить на 36. Корень из 36 это 6. Корень из 12 это 4 на 3. Корень из 4 это 2. 2 на 6 12. И корни из 3 остаются сантиметров. Это мы нашли ДМ. Теперь мы вернемся к тому, что С-Д перпендикулярно А-В-Ц. Тогда отсюда следует, что С-Д перпендикулярно А-Д, а также С-Д перпендикулярно Д-Ц. Ну, тогда угол А-Д-Ц и есть линейный угол двугранного угла А-С-Д-Ц, и он равен 120 градусов. Пятое. Ну, угол А-Д-Ц это угол ромба. Тогда мы можем вычислить второй угол ромба А-В-Ц-Д. Углы В-Ц-Д и А-Д-Ц это односторонние углы. Значит, В-Ц-Д равен 180 градусов минус угол А-Д-Ц, то есть 180 градусов минус 120 60 градусов. Шестое. Итак, угол, вот этот угол равен 60 градусам. Тогда, если мы рассмотрим прямоугольный треугольник Д-М-Ц, в нем угол М прямой, и его М-Ц-Д равен 60 градусам, а катет М-Д нам известен. Ну, можем записать так. Синус угла М-Ц-Д равен отношению М-Д к Д-Ц. Отсюда Д-Ц будет равно М-Д делить на синус 60 градусов. это будет равно М-Д это у нас 12 корней из 3 синус 60 корень из 3 делить на 2 двоечку сюда корень из 3 корень из 3 сократится 24 сантиметра. Итак, мы нашли Д-Ц. А Д-Ц это сторона ромба. Ну, и, собственно, теперь мы можем уже приступить к нахождению площадей. Итак, площадь ромба А-Б С-Д будет равна произведению его сторон В-Ц на Д-Ц и на синус угла между ними. Синус угла В-Ц-Д 60 градусов. Тогда В-Ц-Д-Ц это 24 умножить на 24 и умножить на синус 60 градусов это корень из 3 на 2 24 на 12 это будет 288 корней из 3 квадратных сантиметров это площадь ромба. Восьмое Ну, раз смотрим треугольники А-С-Д грань А-С-Д и треугольник Д-С-Ц оба треугольники прямоугольные и в них равные катеты С-Д общие А-Д-Д-Ц это стороны ромба ну, естественно они равны значит по двум катетам эти треугольники равны следовательно площадь А-С-Д равна площади Д-С-Ц и она будет равна половине произведения С-Д на Д-Ц а это будет равно 1 вторая С-Д это 12 Д-Ц это 24 тогда это будет половина от 288 144 квадратных сантиметра девятое площадь треугольника А-С-Б тоже равна площади треугольника Б-С-Ц потому что у них равные высоты С-М и С-К и стороны которым эти высоты проведены тоже равны значит и площади равны причем площадь каждого из них равна 1 вторая произведения Б-Ц на С-М так 1 вторая Б-Ц это Д-Ц это 24 С-М это в третьем пункте мы нашли это 24 итого получаем 12 на 24 288 квадратных сантиметров ну и нам осталось сложить площадь полной поверхности пирамиды будет равна площади А-Б-Ц-Д плюс две площади С-А-С-Б это А-С-Б и Б-С-Ц и плюс две площади А-Площади А-С-Д это А-С-Д и Д-С-Ц это будет равно 288 корней из трех плюс А-С-Б это 2 на 288 плюс и А-С-Д это 2 на 144 тогда это будет равно 2 на 144 это 288 получаем 288 на 3 а тогда выносим 288 общий множитель за скобку и получаем 3 плюс корень из трех квадратных сантиметров это наш ответ площадь поверхности пирамиды задание выполнено если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а если у вас появились вопросы пишите в комментариях